Привет, мальчики и девочки, девчонки и мальчишки! Физика просто, механическое движение, урок номер два. Смотрите, мы потихоньку вместе начинаем двигаться вперед. И я сейчас расскажу, как вы должны пользоваться моими фильмами. А пользоваться нужно будет следующим образом. Я рассказываю какую-то задачу. Сначала мосюсенькую, такую маленькую, маленькую, простенькую. И показываю, как ее надо решить. Потом мы решаем аналогичную задачу. А потом вы начинаете решать сами. Но что значит решать сами? Ведь фильм можно остановить в любой момент. То есть я даю задачу. Вы останавливаете фильм. И решаете. И в это время я решаю. После того, как вы решили, вы можете посмотреть, а правильно ли вы решили эту задачу. И так все время мы будем двигаться вперед. Вместе. И вы можете найти, какую ошибку вы сделали в процессе решения. А может быть даже найдете ошибку, которую я сделал. Мы все ведь люди. И можем ошибаться. Когда вы учите физику, ни в коем случае не надо бояться ошибиться. Потому что только делая ошибки, делая что-то неправильно, мы можем двигаться вперед. Вот так вот. Ну что ж. На прошлом уроке мы с вами начали говорить о том, что если какое-то тело начинает двигаться с одного места на другое, с течением времени, естественно, она изменяет свою координату. Но при условии, если тело движется ровно по прямой линии, прямолинейно, по прямой, слева направо, справа налево, вверх вниз. Только так. Это самое простое. Вы должны понимать, что физики не очень любят усложнять вещи, которые очень простые. Поэтому мы с вами договариваемся, что будем говорить о движении тела по прямой. Зная, как движется тело по прямой, в дальнейшем мы можем говорить о каких-то более сложных движениях. По окружности, например. Ну вот. По параболе, по гиперболе. Как угодно. А пока только по прямой линии. Ну что ж. Давайте начнем вместе с вами решать, как я уже сказал, самые простые задачи. Итак, начинаем. Шарик. О! В прошлом уроке мы говорили о системе отчета, которая включает систему координат. Вот она у нас есть. Система координат. Да-да. Вот одна вот единственная ось слева-направо. Ось Х. Это уже у нас система координат. И в этой системе координат мы выбрали ноль. Так. То есть, шарик находится у нас координата ноль. Что с ним будет происходить? О! Поехал. И приехал в точку за какой-то промежуток времени. с течением времени. Двигался слева-направо. И поэтому приехал в точку, координата которой 10. То есть, он проехал 10 метров от нуля до 10. Ну, это понятно. Понятно-то понятно. Но мы-то с вами учимся оформлять то, что нам понятно с помощью формул. Вот в чем заключается физика. на начальном этапе умение описывать те явления, которые очень просты, элементарны. Но мы должны с вами записать как положено. И я в очередной раз показываю, как это нужно делать. А делать нужно вот что. Взять ручку, карандаш, фломастер, тетрадку, листочек и нарисовать ось слева-направо. Это ось Х. Измерения будут в метрах. Вот здесь у нас ноль. И в нуле находился шарик. А здесь у нас пусть будет 10 метров. И вот сюда шарик приедет. В начальное положение ноль. то есть я говорю начальная координата Х нулевое ноль. Куда он приехал через какой-то промежуток времени? Он приехал через какой-то промежуток времени в точку координат, которой 10 метров. И нам нужно найти расстояние, которое он проехал. А мы с вами говорили, что изменилась координата с течением времени. И изменение координаты это и есть то расстояние, которое нам необходимо найти. Вот и все. Теперь любое изменение обозначается греческой буквой дельта. Дельта. Дельта Х. Что такое дельта Х? Изменение координаты. А для того, чтобы найти изменения, нужно исконечные координаты, то есть той координаты, куда тело приехало, отнять ту координату, из которой тело выехало. Вот и все. Дельта Х равняется Х минус Х нулевое. Вот так вот. Дельта Х равно Х минус Х нулевое. Ну а теперь все очень просто. Дельта Х равняется 10 метров отнять ноль метров. Некоторые скажут, ну и что, зачем вот этот ноль писать? Что мы не знаем, если с 10 и ноль вычесть будет 10? Конечно, знаете, кто бы сомневался. Мы-то с вами должны показать, что мы понимаем то, что здесь происходит. И теперь я могу с уверенностью написать, что изменение координаты или то расстояние, которое шарик проехал, равняется 10 метрам. Вот все. Так решается эта задача. Продолжаем с вами. И вот перед нами новая задача. Шарик находится в точке координат, которая равняется 2. Ага, что 2-м-то? Так, 2 метрам. Понятно. У нас есть координатная ось, правильно? То есть система координат. Ну, часы, само собой, у нас имеются. вот, то есть у нас что имеется там? Система отсчета. Лишний раз напоминаю, что система координаты часы, которые связаны с этой телом отсчета, с этим телом отсчета, называется система отсчета. ну, вот так. То есть есть у нас. Так, а где находится шарик? В точке 2. И сейчас он куда-то поедет. Давайте посмотрим, куда. О, поехал. И приехал. О, новая координата 8. Так, что нужно найти? Изменение координаты или расстояние? мальчишки и девчонки. Что вы можете делать? Остановить. Остановить фильм. Записать условия задачи. Решить ее, а потом посмотреть, правильно вы сделали или нет. Я понимаю, что это можно в уме решить. Можно. 8 минус 2, 6 получается, но наша с вами задача заключается поначалу, научиться правильно оформлять и решить эту задачу как положено. Чтобы любой физик посмотрел тетрадку, понятно, вот у тебя есть х нулевой, это начальная координата, х очень хорошо, то координаты, куда тело приехало, так что ты ищешь изменения координаты, расстояние, молодец, и как ты это находишь? А, изменение координаты равняется конечная координата, отнять то, что было в начале, посчитать, получить, короче, начинаем это делать. И я тоже начинаю. А вы останавливаете фильм и делаете точно так же, как я решил предыдущую задачу. Договорились? Вперед! Итак, как же задача решается? рисуем координатную ось х в метрах. Тут у нас 0, тут у нас было минус 6, тут у нас 2, тут у нас 8, шарик здесь находится. Некоторые скажут, вот что фигней занимаемся? Понятно? Да ничего не понятно. понятно будет? Тогда, когда это в башку влезет, как положено. Вот тогда будет понятно. А сейчас-то мы с вами что делаем? Учимся, учимся решать задачу. Поэтому, что я делаю? Так, начальная координата понятно. х равняется нулевой, нулевое равняется 2 метрам. Куда шарик приедет? Восьмерочку. Значит, у него координата будет 8 метров. И надо найти изменение координаты, то есть то расстояние, которое тело пройдет, шарик пройдет. Кстати, совсем забыл. В некоторых школах изменению координаты дают название пройденный путь, пройденный путь или расстояние и обозначают буковкой С. Пройденный путь. Вот так вот. Можно так делать? Да, конечно, можно. От того, что мы будем решать задачу на английском языке или на китайском или на каком-нибудь зензибарском от этого ничего не изменится. Не важно, как мы обозначаем по большому счету, но существуют определенные правила. вот некоторых школах изменения координаты называют расстоянием, другим школам пройденных путем. Некоторые школы просто говорят изменения координат. Это просто надо понимать. Ну что ж, я вот привык так, дельта икс искать. Ну а дельта икс расстояние или пройденный путь это всегда что? А изменения куда приехало отнять то, что было в самом начале, то есть откуда выехало. Вот и все. Поэтому дельта икс равняется 8 метров минус 2 метра и получаем 6 метров. Вот так вот эта задачка решается. Перед нами новая задача. Да, да, новая задача. Кстати говоря, мы уже приблизительно понимаем, что нужно делать. Шарик находится на это начальная координата минус 8. В начальный момент времени t равняется нулю, t нулевое равняется нулю. Шарик находится координате минус 8 метров. Очень хорошо. Теперь нам посмотреть, что шариком будет происходить, куда он будет двигаться. Поехал и приехал в точку координата, которой 4. Он ехал слева направо, вперед, по направлению оси, которую мы выбрали. Все правильно. А что нужно найти? Пройденный путь, расстояние, изменение координаты. Это одно и то же. Это одно и то же. Ну вот, останавливаем фильм. Да? И начинаем эту задачку решать, как положено. Чертежек, что дано, что нужно найти. Потом пишем формулу, подставляем численные значения, получаем ответ. Вы делаете и я это буду делать. Так, с чего начинаем? Как всегда, ось, здесь у нас точка отсчета 0, тут у нас минус 8, и тут шарик находится. Так, куда шарик поедет? Он поедет в точку, координата которой 4. Ось у нас называется x, и здесь мы подсчитываем все в метрах. Вот. Ну, тут еще 10. Но мы с вами знаем, что шарик приехал в точку номер, номер, координат которой 4. Откуда выехал в начальный момент времени 0, вот здесь. То есть здесь мы нажали на секундомер и он поехал. так, нулевое минус 8 метров. Куда приехал? 4 метра. Найти пройденный путь или изменение координаты. дельта минус-минус минус-минус. всегда плюс. Минус-минус, плюс. Значит, у нас получилось 4 метра плюс 8 метров. 4 плюс 8. Так, Марья Марья Ивановна мне говорила, что это будет 12 метров. Вот так вот мы дошли до правильного ответа. Следующая задача. И вот теперь я предлагаю эту задачу вам решить самостоятельно. что это означает сейчас? Остановите фильм. После того как будет понятно, что решать. Останавливаете фильм и решаете. А потом просто смотрите ответ уже без моего объяснения. Так, мы с вами потихонечку начинаем подниматься по лесенкам. Потихонечку. Сначала полступенчики, потом ступенчика и так далее, и так далее. Лестница в небо. Ну, что? Куда шарик поедет? Десяточку. То есть из координаты 4 метра приехал координату 10 метров. Мальчики, девочки, не делайте вид, что все понятно. Я понимаю, что все понятно. Но наша с вами задача заключается в том, чтобы правильно оформлять то, что дано. Если мы сейчас к этому вместе с вами приучимся, поверьте мне, в дальнейшем мы будем решать задачи гораздо быстрее. Вы будете. Ну, что ж, останавливайте фильм и решайте. такс, 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 такс. А решение-то вот какое нарисовали. Ось координатную шарик, где он находится, записали условия, записали формулу, как найти изменения координаты. дельта х равняется х минус х нулевое. Подставили численные значения и получили ответ. А теперь внимание! Новая задача! Ёлки-палки! Что-то я ничего не пойму. Вам было слева направо, тут справа налево. Так, так, так. А помните, я говорил, что выбирать направление координатной оси мы можем как нам заблагорассудиться, как мы захотим, так и направляем. Вот в данной ситуации ось у нас смотрит справа налево. То есть у нас направление оси это положительное направление. Так, интересно, интересно, интересно. Но ведь ничего в принципе не меняется. Мы должны записать условия задачи. Давайте посмотрим, что произойдет с шариком, куда он поедет. Оп! То есть из 20 метров координат из точки координат который 20 метров он приехал в точку координат который 5 метров. Останавливаем фильм. И сейчас наступает момент истины. А правильно ли мы поняли вот эту самую тему, о которой я уже говорю? Правильно ли мы решили задачку? Не подсматриваем. Я тоже задачку эту решаю сейчас. и вы решаете. Так и что мы делаем чтобы эту задачку решить? Рисуем чертежик х метров здесь у нас 0 тут у нас минус 5 а вот здесь будет плюс 5 а шарик находится вот здесь вот 20 метров. так это у нас начальный момент времени то есть секундомер показывает 0 нажимаем и шарик поехал и приехал вот сюда то есть отсюда выехал сюда приехал сюда приехал отсюда выехал так чему равняется начальная координата х нулевое 20 метров куда приехал в 5 метров и нам нужно найти дельта х изменения координаты так дельта х изменения координаты это разность той координаты куда тело приехало и той координаты откуда тело выехало дельта х получается куда приехало в 5 метров откуда выехало из 20 метров из координаты из той точки координат который 20 метров так 5 метров минус 20 метров елки-палки кита метры минус правильно 5 минус 20 будет минус 15 метров от какой мы с вами ответ получили то есть координата у нас изменилось правильно есть изменение координат минус 15 метров и сейчас каждый из вас то может понять почему минус 15 что же это у нас такое как разве расстояние у нас может быть отрицательным или пройденный путь у нас может быть отрицательным но оказывается раз вот так вот делается как будто бы может я сейчас расскажу в чем дело вот у этого знака минус он не просто тут так появился и мы уже принципе представляем чем так сказать дело а дело-то заключается вот чем что шарик то у нас катился противоположную сторону катился как бы обратно положительное направление туда а у катится у нас противоположную сторону вот минус нам и говорит что шарик проехал расстояние 15 метров в противоположную сторону положительное направление оси ну как бы реверс сделал обратно ехал вот чем дело но при этом появляется еще одна интересная штукенция то есть физики говорят он проехал путь 15 метров потому что пройденный путь если вы изучали это длина траектории по которой двигалась тело вот у нас какая-нибудь машинка вот она едет отсюда сюда вот у нас длина той траектории вот отсюда сюда либо отсюда отсюда длина траектория не изменяется вот это у нас пройденный путь то есть данной ситуации пройденный путь у нас тоже равнялся 15 метров вы 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 тело выехала отсюда приехала сюда 5 минус 20 получается минус 15 но численное численное значение как был 15 метров так и осталось вот и здесь но знак минус нам показал что тело ехала в противоположном направлении в дальнейшем мы перейдем к очень интересного понятия которое называется перемещение но это будет в дальнейшем а пока вот мы второй урок тихонечку и закончили спасибо вам что вы внимательно слушали и самое главное вместе со мной работали это очень важный так сказать показатель мальчишки и девчонки мне хотелось бы вам напомнить что вы учите физику на канале который называется физика это просто если вы еще не подписаны на мой канал у меня к вам ну просто супер убедительная просьба подписаться я думаю что это не так сложно сделать спасибо вам огромное всего доброго до свидания ну не забудьте поставить лайк не только моему каналу но и сборной россии по футболу всего доброго до свидания до новых встреч а 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 Субтитры подогнал «Симон»